Привет, я Дарья Позняк, и мы продолжаем. На прошлом уроке мы рисовали акварелью человека в среде. Разбирали его на три тона, говорили про композицию. На этом уроке мы немножко усложним. Будет не один человек в среде, а два человека в среде. Также мы будем говорить про планы передний, средний, дальний. И будем немножко говорить про композицию. И сегодня я буду рисовать маркером, чтобы вам было привычнее, и вы видели, что в принципе заливать пятнами так же можно и маркером, как акварелью. Просто акварель немножко удобнее. Итак, начнем. Я обведу сейчас свой легкий набросок легкой линии, он мне нарисован крандашом. Вам его почти не видно, сейчас я его обведу легким маркером. Как всегда, я рисую рамку. Не забывайте про рамку, потому что у нас будет возможность немножко в конце ее подвинуть. И легкой линией я намечаю. Сейчас никаких прорисовки, никакой прорисовки мелких деталей, ничего такого не будет. Нам нужно наметить основные большие массы. Сначала мы делаем легкий набросок, потом все остальное. Так как у меня есть уже легкий набросок с карандашом, мне немножко легче. Сейчас я сделаю легкий набросочек, и мы с вами будем разговаривать. Так как у меня есть уже легкий набросок. Итак. Значит. Черт. И обязательно мы немножко поговорим про композицию, про перемещение предметов. Ну, в принципе, всё. Итак, смотрите. Во-первых, что я сделала? По композиции я уменьшила немножко стола, сделала его меньше. И заднюю линию, вот эту наклонную, я показала горизонтально. Потому что для статичной картинки, и особенно когда у нас главные объекты, вот они на переднем плане сидят, то есть никакой смысловой нагрузки не несёт дальний наклон стола. То есть если бы мы создавали какую-то динамичную картинку, это была или линия горизонта, или какой-то забор какой-то уходящий вдаль, тогда да, нужно было бы следовать, использовать эту диагональ. В данном случае у нас статичная картинка, двое сидят, рисуют. И диагональные линии, они, ну, не нужны. Достаточно здесь делать горизонталь, потому что это не главное. Главный объект у нас здесь, поэтому динамичную линию я успокаиваю, делаю её горизонтальной. Единственное, что она попала у меня в центр листа, вот по высоте. Сейчас в процессе рисования мы посмотрим, куда лучше её переместить, либо пониже, либо повыше, и возможно мы её сместим. Дальше, что ещё я изменила? Смотрите, у нас две макушки моделей находятся на разной высоте. В принципе, я так и сделала, но я немножечко это усилила. Вот этот перескок высот, чуть-чуть я его усилила. Так, чтобы они не слились здесь вот так в одну макушку. И ещё я не нарисовала шкаф, абсолютно его проигнорировала. Это специально сделано, потому что на этой картинке я буду так же, как и в прошлом рисунке акварелью, я буду делать задник по тону светлее, чем объекты. Поэтому шкаф я, в принципе, не стала изображать, нам это тут не нужно. Дополнительная информация на заднем плане. Зато я вот здесь нарисовала окно, картину. И давайте начнём теперь более подробно прорабатывать. Всё то же самое, просто мы добавим немножко деталей. Уже более тоненьким. Добавим деталей. Уже более тоненьким. Спасибо. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, здесь у нас краски можно нарисовать в общую массу или клеточками их сделать, дать высоту коробки. Вот здесь я буду использовать эту выкраску как цветовое пятно, я ее немножко переместила, потому что мне цветовое тональное пятно здесь будет хорошо. Лишние предметы я выбрасываю, горшочек я оставлю. Да, я думаю, что можно сместить, наверное, стол немножко вниз, вот так, чтобы он был не посередине. То есть вот, смотрите, нижнее расстояние, вот верхнее расстояние, вот такая разница. Это нормально, оставляем. Так, и помните, я говорила, что задний план у нас будет светлым. Он будет не совсем светлым, потому что вот я смотрю, у меня здесь светлый стол и светлый задний план. Но на фотографии задний план все-таки серее, чем стол, и плюс у меня вот эта линия, которую я хочу спрятать. Поэтому я сразу предлагаю этот задний план начать утемнять. Но я буду утемнять его выборочно. Я не буду трогать картину. Вообще, когда вы работаете, делите на планы, очень удобно сразу залить какое-то большое фоновое пятно. Это сразу вам поможет увидеть вашу работу и понять, как двигаться. И сразу даст вам выразительность. Давайте сразу в поддержку этому пятну дадим еще несколько тональных пятен. Я предлагаю, как в прошлом наброске, закрыть кожу моделей этим же цветом. Или тоном, как хотите назовите это. Закрываю широко, стараюсь долго на одном месте не задерживаться. Хорошо, что мы сильно детали не прорисовывали, потому что, видите, сливается. Но все равно какой-то намек остается. И вы можете видеть и сравнить, как вам больше понравилось работать акварелью или маркером. Какой материал в данном задании вам больше нравится и больше подходит. То есть акварелью заливать как бы проще, я бы сказала. Особенно большие плоскости. Но тем не менее маркером тоже нормально. Смотрите, вот у меня кожа модели закрыта сейчас средним тоном. Кусок задника закрыт средним тоном. Чтобы я еще сделала, смотрите, у меня вот здесь какой-то кусок пустоты. Из-за того, что спинка стула идет вот так по диагонали, кажется, что здесь какая-то неустойчивость. Чтобы дать какому-то месту устойчивость, нужно добавить туда горизонтальный какой-то элемент. Поэтому я сейчас вот здесь просто посажу какое-то горизонтальное тональное пятно. Там что-то на заднем плане, неважно. Я просто чувствую, что эту диагональ нужно как-то успокоить. Так, окей. Давайте, давайте теперь сделаем темный тон. Темный тон. У нас это будут что? Волосы, краски. И я думаю, что вот эта выкраска. Приступим. Продолжение следует... так волосы и выкраску давайте сразу же сделаем я сделаю некоторые подготовительные ячейки чтобы их было проще заливать также хочу сказать что сделать полностью все ячейки одинаковыми будет достаточно трудно и неинтересно поэтому давайте попробуем сделать вот так часть ячеек будет темным часть ячеек будет средним тоном так вроде плохо и то же самое с акварельками здесь сразу прорисуем планшет стул можно тоже закрыть темным тоном на прошлом уроке я говорила что можно начинать с белого и черного что будет светлым тоном и что будет темным но на самом деле вы смотрите по ситуации единственное что действительно важно это что желательно до начала работы чтобы вы понимали уже для себя каким то нам вы будете закрывать хотя бы часть элементов не обязательно все вам не обязательно знать все 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 но хотя бы несколько крупных элементов основных хорошо бы понимать потому что вот как у меня сейчас дальше можно делать разные моменты по разному немножко уже исходя из той ситуации что есть но когда вы смотрите на белый лист и начиная с какого-то края вам будет тяжело принять правильное решение лучше все таки как понимать какие-то хотя большие массы как мы с вами средним тоном положили вот здесь кусок задника и посадили массу людей это уже хорошо потому что эти две массы они как бы уже лист держит так давайте прорисуем наверное детали у наших моделей также если я поверх маркера буду класть его же то у меня будет тон один тон который уже положили и 2 тон поверх даст немножко большую тональность ну плюс какие-то дополнительно более мелкую модулировку можно дать но я не специалист по маркерам я использую их только вот в таких целях чтобы снимать в для вас уроки то есть я в жизни маркерами не рисую это просто удобные материалы для меня для записи видео что вам хорошо было видно что я в кадре под камеру рисую я их использую только для такой цели поэтому если вы работаете маркерами достигаете какой-то иллюзорности и используете их там многослойные или какие-то растяжки ими делаете пожалуйста делайте но у нас курс сейчас о рисовании человека они работе маркерами поэтому здесь мы их используем только как удобный материал яркий так немножко на пальчик когда дохожу уже дало каких-то предметов геометричных хорошо бы руку поставить зафиксируйте постараться провести более менее ровные устойчивые линии здесь кусочек коробочки мне еще проявится так рука с стол можно кстати уже ввести рамку в принципе по композиции мы здесь попали так давайте закончим задним планом здесь внутри рамы я дам саму тональную картину так окошко можно наметить но вот здесь на заднем плане я бы не стала давать темным маркером чтобы не вызывать вот эту вот диссонанс переднего и заднего плана то есть если нужно на заднем что-то усилить можно это сделать тем же цветом среднего тона просто несколько раз по одному месту проявить так здесь у меня рисунок в раме в принципе мы почти закончили поставим вот здесь таки темненький предмет с торчащими из него карандашиками или какими-то там штучками давайте этот предмет зальем что еще не хватает каких-то ну здесь толщину коробки не хватает теней давайте представим что у нас тень идет от окна вот от этого свет свет идет от окна соответственно тени будут ложиться вот сюда нарисуем от всех предметов небольшие тени чтобы они в воздухе не висели но не очень контрастные чтобы нам не нужно было эти тени на людях показывать потому что это довольно сложно так вот этот планшет а так как он на белых двух кофточках у нас лежит и на белых красках давайте уведем его в тон вот здесь должна пройти вот эта же рама поэтому все вот это вот место уведу в тон вот тут вот тут как бы продолжение идет вот этой рамки а там дальше она просто теряется в тональное пятно так что у нас тут еще ну вот тут какие-то мелочи можно просто закрасить и я бы усилила парочку предметов на переднем плане край нашей выкраски здесь можно поштриховать так как передний план и вот здесь дать толщинку нашему планшету волосы можно добавить вот смотрите я добавляю темное пятно сюда волосы на заднем плане и это темное пятно проявляет лицо этой девушки на переднем вот так подложила и лицо проявилось кончик только какой-то красивый сделать вот видите как проявилось лицо девушки на темном плане так и еще вот тут у меня пустовато какое-то место вот здесь все таки дам как будто бы там окно что мы сделали мы разложили наш эскиз на три тона светлый средний темный также мы проследили какие-то основные моменты касаний в композиции стул у нас не касается края а здесь стул вылезает в подрез листа головы девушек находятся на разных горизонтали поэтому не образуют одну массу а идут с таким красивым перестыком линия стола не находится по центру листа она находится чуть ниже вот эта линия тоже не находится по центру она как бы смещена ваше домашнее задание сделать минимум десять набросков человека в среде можно рисовать одного человека можно группу людей обязательно раскладывать на три тона светлый средний темный любым материалом можете рисовать человека в полный рост можете как здесь поясной портрет с руками это на ваше усмотрение обязательно рисуйте рамку и следите за композицией а с вами была Дарья Позняк до встречи на следующем уроке оценка